Земля, имущество, сельское хозяйство, экология – эти и другие вопросы обсудили на брифинге в администрации муниципалитета. В округе активно борются за должностями по арендной плате за земельные участки, на которые государственная собственность не разграничена. За последние два года смогли сократить задолженность более чем на 350 миллионов рублей. Это произошло благодаря помощи правительства Московской области и Федеральной службе судебных приставов. Нами вместе создан информационный ресурс, на котором мы сможем оперативно решать все вопросы, связанные с исполнением решения судов. Наш муниципалитет – один из крупнейших по количеству предоставляемых услуг в сфере земельно-имущественного комплекса. Наибольший доход в бюджет принесли аренда земельных участков и имущества, а также продажа и перераспределение земель. Также отметили гаражную амнистию. Срок ее действия продлен до 1 января 2026 года. Этот закон позволит упростить порядок оформления в собственность гаража и земли, на которой он находится. Кроме того, на брифинге подвели итоги в сфере агропромышленного комплекса за этот год. Мы сильно преуспели в зерновобобовых и зерновых культурах. У нас прирост на 909 тонн, а также прирост подготовки и заготовки сена. Мы перевыполнили план на 154%. А общий валовый прирост у нас составляет 7,6%. Важной темой стала реабилитация водных объектов в округе. Провели большую работу по очистке прудов Трехгорки и Воденцове. А еще в этом году высадили более 7 тысяч деревьев благодаря акциям «Лес Победы» и «Наш лес, посади свое дерево». Еще один из важных экологических вопросов – рекультивация полигона Чистцы. Округ получил финансирование на сумму почти 3 миллиарда рублей. И мы за два года смогли завершить практически под ключ рекультивацию полигона Чистцы. Готовность сейчас 98%, но я уверен, в этом году мы завершим эти работы. В числе приоритетных направлений на 2023 год – расширение цифровизации услуг земельно-имущественного комплекса, вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципальных объектов недвижимости и увеличение доходной части бюджета округа. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, Флекомпания «Оденцова». Это очень непростая тема.